Девушки отдыхают В эфире «Убойные ночи» шоу, в котором актуальные новости веселят людей всех возрастов. Меня зовут Павел Виноградов, и я уже готов представить вам шестерых людей, которые живут под лозунгом «собраться ночью и поржать» — это наша профессия. Начнём с красной стороны. Константин Пушкин — человек с неоднозначной внешностью и четырёхзначным уровнем IQ. Сегодня на одно ухо глухое. Евгений Отставнов, бабушка этого человека, в детстве называла «Аллегория, ты моё луковое». Такой милый ряд. Сегодня бабушка, бабушка сегодня здесь. Андрей Родной, если бы этот человек писал Анну Каренину, то в конце героиня попала бы под колёса Аки, купленной в ипотеку Романом Абрамовичем. У Людмилы Гурченко добил до конца уже Андрей Родной на красоту. А Волкодав. А Волкодав, да. Синяя сторона. Этот человек может пройти в любой ночной клуб, вне зависимости от мнения охранников и администрации. Я прохожу сквозь стены. Руслан Белый. О небывалой скромности этого человека ходит много слухов, и все они ложные. Николай Камка. Это единственный человек из нас, кто пишет «Батька с большой буквы, наш гость из Беларуси». Здравствуй. Ну и об этих прекрасных звуках. Среди гитар считается, что если попасть в его руки, то можно обрести бессмертие. Защитник всех струнных Александр Родовский. Новость, друзья. В Великобритании один нелегальный эмигрант из России. В течение нескольких лет проработал лакеем при дворе королевы Елизаветы. В ужас никого в Англии, видимо, этот факт не привёл, тем более, что свои обязанности он исполнял исправно. Лакей, подававший еду её величеству. За непыльную работу получил бесплатное жильё во дворце, спецодежда, а также жалование свыше тысячи фунтов стерлингов в месяц. Уж не знаю, стоит ли этот факт связывать с таинственным исчезновением уполномоченного посла СССР в Великобритании в 1987 году. Но сегодня мы говорим об эмиграции, это точно. Красная страна за эмиграцию, синяя против неё. Эд. А. Почему ты против? Паш, да всё просто. Из-за эмиграции в Киеве почти не осталось проституток. Не с кем в покер поиграть. Так это у вас называется? А, да, Паш. Руслан. А я думаю, чё это Эд всё время в покер голый играет? Чувак. Да, Паш, я тоже, как и Эд, замки игрок, играю в покер. Да, ну и я против эмиграции. Дело в том, что я родился в Праге, вот, а в 96-м году эмигрировал в Бобров. Я считаю, что каждый должен жить там, где родился. Я против эмиграции, тем более по пьяни. Сколько тебе было лет, когда ты в Бобров коле ехал? Мне? Сейчас, подожди. Короче, я был в восьмом классе. Ну, 29. По пьяни? Это уже было осознанно. В прошлом году. Это был мой первый спиртной опыт. Коля. Да, я против эмиграции, потому что люди уезжают, да? Вот смотрите, компания Warner Brothers и мэтр Голденмайер были основаны эмигрантами из Белоруссии. Это правда. Ох. Серьёзно. Так вот, я думаю, если бы они не уехали, то вот сейчас я бы, может быть, разбирался, как выставить свет в постельной сцене, а не как отличить самку колоразского жука от самца. А я могу отличить майского от майской. Майского жука от самца. Майского жука от самки могу отличить. От обычной взрослой самки. Андрей, продолжай. А я за эмиграцию, потому что эмиграция, ну это же утечка мозгов. Да, да, да. То есть мозги утекают. И пусть утекают. Людей с жидкими мозгами, которые нужны России, мы оставили. Нам хватает кляки, махной, агузаровой. А остальные люди с жидкими мозгами пусть утекают. Не надо там людей с жидкими мозгами. Андрюшенька, вот на твои слова вот эти черствые, резкие по отношению к нам. И вообще ко всем. Эмиграция это плохо. Это почему же? По твоей же самой причине. Потому что происходит утечка мозгов. Кто там уезжал? Там Горький, Сикорский, кто там еще? Врачи из страны уезжали перцы. Да, уезжали многие. Кто следующий в этом списке? Я? Белый? Нет. Пушкин? Медведь? Нет. Ты что хочешь, чтобы миллионы людей по всей стране остались без качественного юмора? А кому нужен будет Паша, если мы все уедем? Что, назад на стройку идти ему, а? А что бы и нет? А мы уедем. Так мало того, что мы уедем. За нами потянутся толпы 13-летних детей. Да. Толпы 13-летних детей потянутся за дуэтом красивые. Не, они не уедут. Мы на самом деле с Родовским концерты дадим по всей России. Реально, соберем миллионы. Попрезающе. Это же хорошо. Паша может два часа говорить подводки на Родовске. А что вы говорите, он никогда без работы не останется. Родовский может два часа в переходе сидеть играть спать. Нет, нет, нет. Я буду просто рассказывать новости под музыку. Да. Читать газеты под музыку. Это афиша. Лучшие подводки за два года. Иммиграция это не утечка мозгов, это утечка леса на самом деле. Вот, вывозят лес, потому что с каждой девушкой едет портфолио с грамотной девушкой, а это как минимум одно бревно. То есть получается, что каждая девушка с портфолио вывозит бревно. Или бревно вывозит в портфолио. Ну, по-разному. Короче, два бревна. Да, иногда бывает, выезжают два бревна. Я против иммиграции, потому что в нашей стране все хорошо. Молодому человеку не нужно уезжать, чтобы добиться чего-то. У нас отличные условия для самореализации. Хорошие перспективы. Прозрачное будущее. Извините, что я начал цитировать наш гимн, но... Оказывается, если приехать в Кению, залезть в гнездо пеликана и продержаться там три дня и три ночи, то можно получить вид на жительство. Чтобы получить вид на просмотр нашего шоу, нужно продержаться всего три минуты. Оставайтесь с нами, реклама Нутента. В эфире «Убойные ночи» и сегодня мы говорим об иммиграции. Сейчас настало время для того, чтобы посмотреть и обсудить фотографию от нашего телезрителя. Сегодняшняя фотография как никогда связана с иммиграцией, потому что прислали ее из русского ресторана в Лондоне, где она пела, ругала советскую власть и пела песню Вилли Токарева. И пока она не проснулась, я предлагаю ее обсудить. Внимание на экран. Они, знаете, что делать? Они высиживают женихов. На самом деле это вот девушка вторая слева. Две минуты в солярии, четыре минуты в солярии, шесть минут в солярии, семь. Нет, нет, и хозяйка солярия. Паш, я против иммиграции, потому что это ненормально, когда в глубинке, в российской, где-то в Сибири вот такие вот свадьбы. Ну что это такое, а? Девчонка русская, так сказать. Си с какими-то белыми дурами. Не напоминает вообще программу «Что, где, когда» и там, когда видеовопрос. И вот сидят четыре невесты. Мы хотели бы задать вопрос про традиции свадеб на Руси. Там каждая говорит по слову, знаешь, мы бы хотели задать вопрос. И вот темненькая говорит «Вика Люмба». И четвертая говорит «Что она спросила?» Даже так. Мог бы такой вопрос быть. У меня есть другой вариант, сейчас секунду. Просто вы представьте себе, это мы сейчас сидим типа ржем, а на самом деле это в Африке невеста шла и увидела трех белых. И такая «А-а-а! Сфоткай меня с этими обезьянами!» И сидит ржет. Ладно, ребят, все проще. Это Анапа, море, одна из них искупалась. И заразила платьем других? Нет. Вышла и сказала. Которая не свиной гриб, а есть платье на гриб? Я думал нет, а вышла и сказала «Море грязное». Давайте вытирайтесь. Да знаете, это антиреклама какого-то косметического средства. Просто вот эту девочку победили черные точки. И такие фотоаппарат, да? Ой, боже мой, два часа до вечеринки, что делать? Прямо ты сделаешь. Уже не... Неси наждачку! Что, пускай идет она вместо тебя. Что делать? И одевать с вадебной платьем. И девочка на нее смотрит. Нет, нет, ты выглядишь нормально. Все в порядке. Ты такая же, как вчера. Скажи, что тебя сбил автобус. Скажи, что ты упала в гуталин. Возьми в руку стакан, отвлеки внимание. Симпатичный стакан. Спасибо вам за ваши комментарии. Хотелось бы напомнить зрителям, что не все фотоаппараты одинаково полезны. Помним об этом. Продолжаем разговор об эмиграции. Что, эмиграции? Друзья, вы понимаете, что эмиграция для России это инструмент, ну, не знаю, воспитания или инструмент контроля, скорее всего. Вот мы контролируем на данный момент, ну, большую часть канадского хоккея, фигурное катание, художественную гимнастику, футбол сейчас уже начинаем потихонечку контролировать. Понимаете? Это все сделано для того, чтобы на Олимпиаде в Сочи мы победили. Потому что уже сейчас наши их тренеры учат своих подопечных, что, ну, второе место тоже место. Главное неучастие, главная победа. Наоборот. Ну, Россия. Почему? Ты сказал, главное неучастие, а главная победа. Да? Да. Вот так вот. И потом достает, надевает очки, так... Так вот, а главное не победа, главное участие. Непобеда, главное участие, да. Зачем вы меня сфотографировали? Вы же говорили только что другое. Да. Я подумал тут, вот, эмигрируй. Почему эмигрируете? Потому что вот из нашей страны уезжаете. Потому что думают, что у нас в стране плохо. А у нас в стране хорошо. Хорошо у вас. Хорошо у нас. У нас весна, солнце светит, птицы поют, зелень цветет, ФСБ нас смотрит. У нас хорошо в стране. Замечай, я вообще не хочу уезжать отсюда. Дай скотч, я к стулу примотаю себе. А с другой стороны, Руслан, уедешь в другую страну, научишь их праздновать 9 мая, Новый год, 8 марта, День десантника, День милиции, 1 суббота, февраля вечер встреч выпускников, Старый Новый год, свой день рождения, день рождения течи, день рождения девушки, и поймет другой мир, как тяжело жить в России, как тяжело бухать. Там экватор еще. Ребят, понимаете, эмиграция – это тяга к лучшему. Правильно, Жень? Абсолютно верно. Тяга к лучшему. Да. Ну, все же хотим в рай эмигрировать. Нет? Вот это же чересчур под конец, на мой взгляд. Кость, ну только если лет через 50-60. Ну, вещи-то уже надо собирать, это правильно понимаю, нет? Да, и с позиции нужно сейчас определяться. А, потом будет поздно. Я предлагаю сейчас перейти к горячему стулу. А точнее, сегодня эта рубрика будет называться «Как получить вид на жительство в Киргизии». Я буду задавать вопросы одному из вас, вы будете на них смешно и быстро отвечать. Если будете отвечать не смешно, то как раз мы дадим вам вид на жительство в Киргизии. Итак, сегодня на горячем стуле у нас... Кого бы посадить на горячий стул даже не знаю. Давай меня. Выбирай, выбирай. Николай Камка сегодня будет на горячем стуле. Давайте ему поаплодируем. Поехали. Если бы с собой за границу можно было взять только две вещи, какие бы ты взял? Миллион долларов и миллион долларов. Два. Две вещи. Что указать в графе причины миграции на Марс? Шизофрения. С чего для тебя начинается родина? С постельного белья. Ну, где-то просто уже к этому моменту ребята по стель брать будете. Окей. Куда бы ты хотел эмигрировать? В Йемен. Почему в Йемен? А вот тогда в Париж. На какую работу сложнее всего устроиться эмигранту? На высокооплачиваемую. Традиционный вопрос. Как распознать эмигранта в толпе? По фотоаппарату. И желанию остаться. Что нужно, чтобы стать гражданином Уганды? Уганды? Угандошица. Почему тетя спит на лавочке в парке? Эд вырубил. Спойте последнюю строчку из гимна эмигрантов. Так хочется борща. Ну, как-то... А предпоследняя как звучала? Это припев. А предпоследняя как звучала? Предпоследняя. Стойте, стойте. Что нужно сделать, чтобы получить вид на жительство в Беларуси? Быть счастливчиком. Продолжи фразу. Плох тот эмигрант, который не мечтает... Стать счастливчиком. Кого нельзя выпускать из страны? Газы. Возьмем. Обратитесь ко всем русским эмигрантам, которые сейчас живут в других странах. Друзья, в Москве сейчас плюс 23-24 безоблачно. Это все, что ему можно узнать бесплатно. Николай Камка был на горячем стуле. Давайте ему бурно и продолжительно поаплодируем. Это был его дебют. И сейчас я предлагаю переходить к подготовке финальных номеров. Красная сторона у нас готовит номер в жанре интервью. А синяя сторона покажет фильм «Белое солнце пустыни». Вот так я решил. Вот так вы, собственно, и сделаете. Может, тоже интервью, Паш? Нет, нет, нет. «Белое солнце пустыни». А обеим сторонам поможет эмигрирующий из угла в центр студии Александр Родовский. Кстати говоря, у тех, кто до конца посмотрит рекламу НТНТ, сразу появляются богатые родственники в Монте-Карло. Засмотрите до конца рекламу. Оставайтесь с нами. Как-то вот тут надо передать, что он член... Может быть... Не передашь, кто поймёт, поймёт. Кстати, дорогая моя товарищ Екатерина Матвеева. Товарищ капитан Екатерина Матвеева, да. Что ты хочешь мне сказать? Вот такой голос. Вот такой голос? Да. Вот такой кайф. 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 Всё было здорово. Всё было здорово. Я куда хозяйка привезла, там уже... Можно, да. Может, лучше, да. Заканчивай быстро. Да, прямо ещё быстрее можно. Я не смогу это спеть. Шёпотом я могу это делать? Что именно? Ну, когда придётся петь. Да ладно, что ты не спешил. Станцион слушал, там почти разговорная. Ты посмотри на меня, я сейчас вспомню, что ты спросил. В эфире снова шоу «Убойные ночи». Сегодня мы говорим об иммиграции. У нас уже готовы финальные номера. Так что звоните своему дяде в Израиль, подносите телефон к телевизору, пускай послушает. А мы посмотрим. Итак, начнёт у нас красная сторона интервью. Прошу. Красная сторона. Как всегда, вы у меня оставили самые лучшие случаи. Армалёты, смотри, какой шуршай. Спасибо, что не горячий. Друзья, мы сделали невозможное. Мы взяли интервью у животных. Мы задавали им один вопрос. Иммиграция – это хорошо или плохо? Черепаха. А ну, вы знаете, жизнь надо прожить так, чтобы было чё вспомнить на смертном адре. А я бы уехала. Серьёзно, уехала бы. Но скользкий пол, высокий плинтус, ветер, дети – всё против меня. А так бы уехала, да. Черепаха, а в чём смысл жизни? Спасибо. Кот. Позадайте вы вопрос. Как вы относитесь к иммиграции, кисонька? Как здорово жить здесь, в Париже. Кайф. Вообще, на самом деле, без разницы, в какой стране жить. Везде одинаковые мыши. Бла-бла-бла, твоя мать – одинаковые батареи. Живёшь ты где-нибудь в Багдаде, Лондоне, Париже, Казахстане? Живёшь ты где-нибудь в Багдаде, Лондоне, Париже, Казахстане? Всё равно кастрируют? А главный плюс иммиграции в том... Крысы! Иммиграция. Иммиграция. А как вы относитесь к иммиграции? Вообще, лишь не спрашивай, мы нелегалы вообще. Я таракан. Раньше мы с семьёй жили в кладовке. Ну, плохие условия. Одна картошка, да и экология плохая, кроссовки. И мы решили переехать. Переехали мы за холодильник. Как раз мне дали грин-карту. Я начал торговать крошками. Но потом холодильник продали. Пришлось переехать в спальню. Там я познакомился с Машенькой. Ах, этот мелок. Надеюсь, эмигрирую в тараканье рай. Я за эмиграцию. Да, я за эмиграцию. Друзья, ну, если я, таракан, за эмиграцию, то... То, значит, Андрей сейчас скажет умную мысль. Ну, да, животные, то дай мы. Браво! Спасибо. Браво! Это лучшее. Андрей, наконец-то, нашёл несколько новых животных для убойной лиги. Сегодня будут не только пингвины, давайте. Ждите, ждите Бога. Поздравим с этим. Синяя сторона. Белое солнце пустыни. Да, два. Я не знаю. Сейчас надо писать, что-то пишу. Мы против эмиграции. Мы считаем, что самый яркий представитель эмиграции сейчас Андрей Оршаин. Он уехал в другую страну, зарабатывает другие деньги. Нашей ненависти нет предела. Белое солнце пустыни. Пишем. Разлюбезная моя Катерина Матвеевна. Дело в том, что МТС здесь не берёт. Поэтому, во-первых, в строках своего письма спешу сообщить вам, что я вам пишу, а не звоню. В команде приняли меня хорошо. Я плохо понимаю по-английски, но интонации положительные. Вчера выдали форму. Оказывается, за неё здесь не надо платить. И можно выбрать свой размер. Мой день начинается с пробежки в парк. Просто мне ещё не показали, где туалет. Ну что ж, разлюбезная Катерина Матвеевна, мы проигрываем Манчестеру 1-0. И тренер зовёт всех в раздевалку. Фак-инг-фак. Фак-инг-фак. Аршанин, фак-инг-фак. Фак-ен-фак-фак. Фак-фак-фак. Какой бедный язык. Фак-инг-фак. Фак-инг-фак. Разлюбезная Екатерина Матвеевна, послушал тренера и вспомнил, что мы давно с вами не fucking fuck. Ашарин! Fucking fuck! Fuck. Кто это, брат? Это мой друг. Бойфренд? Нет. Девушка? Нет. Кто это? Девушка? Девушка? Сэр, это очень известный русский шоу-мен. О, тем более, девушка. Смирь, стойте и девушь. Сэр, это Павел Виноградов, Буэнос-ночас. Fucking fuck! Fucking fuck! Fuck! Okay, guys, time is over. Let's go play football. Ашарин. Fucking fuck! Разлюбезная моя Екатерина Матвеевна, вчера Роман Павлюченко предложил мне взять гражданство английское. Кстати, видел его в метро, бросил ему пять пунктов. Уж больно мне понравилась эта песня. А теперь внимание. Ваше благородие, госпожа Россия, мне здесь очень здорово, но скучаю сильно. Девять литров спирта выпили вчера. Англичане в шоке, я выпил все один. Ваше благородие, госпожа Разлука. Я хочу на родину, здесь такая скука. Вчера нашел березу, вспомнил русский лес. И по ностальгии обоссал подъезд. Так вот, разлюбезная моя капитан Екатерина Матвеевна, первое задание свое я выполнил. Закрепился в основе и стал капитаном. Теперь мы с вами в одинаковых званиях. Несмотря на то, что я патриот, и каждый день в семейниках пью водку из матрешек и плачу под гимн, я все равно останусь жить в Англии подольше. Не потому, что я какой-то эмигрант, а потому, что я хочу, чтобы сборная России играла еще лучше. Да, вот. А всем тем, кто считает, что эмиграция это хорошо, мы хотим сказать только одно. Ну что, хотелось бы сказать по окончанию этого шоу. Факин факт. Факин факт. Подходит. Факин факт. Факин факт, господа, осталось только проголосовать. Давайте выберем победителя сегодняшнего шоу. Итак, результаты голосования. Сегодня победили те, кто был против эмиграции, то есть синяя сторона. Значит, они остаются у нас в России, да, Эд? Ну, что поделать, они остаются у вас в России. На самом деле, выезд на постоянное место жительства за границей, это личное дело каждого. Главное, делать это с умом. А не так, как это получилось у жителя Лихтенштейна, который катался на роликах, не смог затормозить и случайно эмигрировал в Австрию. Вы смотрели Убойные ночи, меня зовут Павел Внаградов, я с вами прощаюсь и передаю слово победителю. Давайте, ребята. Ну что ж, друзья, эмигрировать это не очень хорошо, это... Страна, эмигрировать это плохо, это некрасиво, это... Эмигрировать это действие со знаком минус. Это не патриотично эмигрировать вообще. Так, эмигрировать это fucking fuck. Главное ночи, страна. Пока.